Воспитанники Икара в течение года принимают участие в нескольких соревнованиях. Одно из знаковых и традиционных – первенство области. Из года в год юные бетутисты возвращаются оттуда не с пустыми руками. 16 у нас призовых мест. Привезли 6 золота, 6 серебра и 4 бронзы. Это было у нас в личном первенстве. Это не первое мое первенство области. У меня уже было золото. Перед стартом я вздохнула и сосредоточилась. И была очень рада, когда заняла место. Помимо первенства в этот же день проходил и чемпионат области. В общей сложности на соревнованиях выступили около 100 человек. Представители шести спортивных школ региона. Младшие воспитанники порадовали тренера победами на первенстве. А самые старшие отличились на чемпионате. Давыдова Тамара, она выиграла. Чемпионкой область стала по мастерам. И Славин. Но Славин четвертое место занял. Там немножко неудачно выступил. Таисия Рычкова с раннего детства занимается прыжками на батуте. На первенстве области она заняла первое место в возрастной категории 12-14 лет. Участников этого возраста было много. Шанс завоевать золото Таисия оценивала как 1 к 100. И тем ценнее для нее оказалась победа. Прыгала спортсменка по разряду кандидата в мастера спорта. Ну, чтобы присвоить себе разряд, нужно как минимум доказать, как бы выступить. Ну, мне говорили два раза выступить хорошо. И ты присваиваешь себе разряд. Первый раз, вот сейчас, когда я выступала, я заняла первое место, показала хороший результат. И в следующий раз, когда мы поедем на следующее соревнование, я присвою себе, ну, займу какое-нибудь призовое место и присвою себе кандидата. Поэтому мне нужно готовиться. Даниил Кермаков также отличился на первенстве. За его плечами уже 8 лет упорных тренировок, многочисленные соревнования и награды. В этот раз прыгать пришлось на двойном мини-трампе. Там суть по сложности, по ногам, если они кривые, то снижают оценку. Ну и по шагам. Кроме того, до этих соревнований в Тольятти проходил чемпионат и первенство Приволжского федерального округа. Приезжали спортсмены из девяти регионов. По итогам этих соревнований из команды ИКАР отобрали нескольких человек для участия в чемпионате России в сентябре.